Добрый день, друзья! Рад, что мы снова вместе. На улице зима, а из подвала, видимо, пришел, вернее, прилетел ко мне комар. И вот я, конечно, грохнул при первой возможности, но рана на душе осталась. Чё это он зимой не спит? Вот почитал, просветился, теперь с вами поделюсь. Вдруг пригодится. Наверняка многие думают, что комар питается кровью. Потому-то он так яростно атакует людей и пытается их проткнуть своим хоботком. Но это не так. Как не совсем точно и про хоботок. Оказывается, у него там целый набор. Буры, насосы, шприцы и крепежные конструкции. Но давайте обо всем этом подробнее. На самом деле у комара не одна, а шесть игл. На концах двух из них находятся зубья, которыми комар бурит кожу. Эти инструменты настолько тонкие, что человек почти не чувствует укус. Когда отверстие в коже проделано, комар погружает в него гибкую иглу-насос, которая поднимает вверх кровь. А другие иглы в это время служат распорками, расширяя отверстие. Через одну из игл комар как будто шприцом вводит антикоагулянт, который не дает крови сворачиваться и облегчает ее перекачку. Именно в этот момент мы чувствуем сжение. Зачем комар пьет кровь? Ну, если речь идет о собственной крови комара, то она выполняет те же функции, что и кровь человека. Переносит питательные вещества, вредные продукты обмена, гормоны, обеспечивает защиту от инфекций. Только кислород и углекислый газ она не переносит. У комара трахейная дыхательная система, и по тоненьким трубочкам трахеям кислород доставляется прямо к клеткам. Личинки комаров-звонцов, мотыль. Редкий случай среди насекомых, когда гемолимфа окрашена за счет гемоглобина в красный цвет. Дышат эти водные личинки через покровы. Трахеи развиты у них слабо и наружу отверстиями не открываются. Живут они в выле на дне водоемов, где часто кислорода очень мало. Их гемоглобин позволяет связывать и запасать дополнительное количество кислорода. Если же речь идет про кровь, которую самки комаров пьют при кровососании, то нужна она им прежде всего для размножения. Самки, как и самцы, могут пить воду и нектар и жить без питания кровью. Но большинство видов и популяций комаров, кулицит, к этому семейству относятся кровососущие комары. Без питания кровью не способны к размножению. Кровь, в отличие от нектара, пища, богатая белками. Белки, содержащиеся в плазме и эритроцитах, перевариваются в кишечнике комарихи, а образовавшиеся аминокислоты используются для синтеза белков ее яйцеклеток. Через 3-4 дня после вылупления из куколок самки комаров спариваются с самцами. Обладотворенные самки ищут своих жертв. Напившись крови, самки переваривают ее в течение 2-3 суток. За это время в их яичниках созревают яйца, а затем самка находит подходящий водоем и откладывает яйца на поверхность воды. Некоторый процент самок после этого погибает, а оставшиеся в живых могут вновь напиться крови и только после этого отложить новую порцию яиц. Спариваться снова им не надо, так как у них сохраняются запасы сперматозоидов в семиприемниках, особом отделе половой системы. Цикл питания, переваривания пищи, отложения яиц по-научному называется гонотрофическая гармония. Но некоторым комарам кровь не нужна. Например, самки крупных комаров питаются только нектаром. Это связано с питанием их личинок. Личинки большинства комаров едят бактерии и мелкие частички мертвой органики, детрит. А личинки этих крупных комаров едят личинок других комаров, белковую животную пищу. Поэтому они запасают на личиночной стадии достаточно белков, чтобы их хватило самки для отложения яиц. И ей не приходится рисковать жизнью, добывая кровь. Способность к автогении, отложению яиц без кровососания, появилась и у так называемых городских комаров. Популяции этих комаров приспособились к жизни в полузатопленных и переувлажденных подвалах городских домов. Вода в подвалах часто содержит достаточно органических веществ, их запасают при питании личинки, и самки этих комаров могут отложить первую кладку яиц без кровососания. Для следующих кладок нужно питание кровью, но популяция может существовать и увеличивать численность неограниченно долго и без этого. К сожалению, инстинкт кровососания у самок этого комара не исчез, и жителей некоторых городов они донимают даже зимой. Видимо, вот такая страшная стерва и прилетела по мою кровушку. Но не тут-то было. Если вам нравятся мои ролики, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть и услышать на моем канале. Ну а пока, до свидания. Мир вашему дому, покоя душе, до встречи.